Они четко определяют свою роль в этом мире, не признают равнодушие, каждый день стараются сделать жизнь лучше. В эфире «Действующие лица», главный герой этого выпуска, глава Мурманска Игорь Мораль. Смотрите в программе «Действующие лица» на ТВ21+. Почти два месяца вы руководите Заполярной столицей. Как вы себя в этой роли ощущаете? Должность главы города говорит о том, что все, что касается дел в городе, это твои дела. Почти два месяца мэр Мурманска. С Игорем Морарем поговорим о достижениях. Я люблю приезжать на Метеор, посидеть, попить кофе, посмотреть, как дети занимаются. Такое приятное ощущение, что ты к этому тоже приложил руку. И, конечно, о планах. У нас никогда такого не было. Действительно, за 31 год и мы вводим сразу два детских сада. А еще о том, каким станет новое здание художественной школы. Какие изменения ждут полюбившиеся мурманчанам общественные пространства. Снежинка. На стил будет вельвет. Шесть дней в неделю. По ночам будем готовить трассу. Их будет на две больше. Не забудем и о первом после пандемии полномасштабном последнем звонке. У них будет флешмоб. Большая интересная культурная развлекательная программа. Обо всем этом в программе «Действующие лица» на ТВ-21+. Игорь Николаевич, почти два месяца вы руководите заполярной столицей. Вообще поздравляю вас уже с этим небольшим сроком. Мне кажется, это уже такое большое достижение. Спасибо. Каково это? Как изменилась ваша жизнь, начиная с 31 марта? Как вы себя в этой роли ощущаете? Не могу сказать, что абсолютно органично. Очень много работ. Очень, очень, очень много работ. На самом деле, очень много необходимо знать, учить, за многим следить. Ну, собственно говоря, должность главы города, это говорит о том, что все, что касается дела в городе, это твои дела. Поэтому, ну, действительно, очень много работы. Есть такое ощущение, когда вы едете на работу ранним утром или поздней ночью, когда вы оттуда уезжаете, что вы едете, это ваш город, и вы ощущаете себя его хозяином, его главным жителем? Нет, я ощущаю себя его жителем, таким же, как и все мурманчане, поэтому ощущения хозяина города, конечно же, нету, а вот проблемы города действительно тебя касаются все. Ну, и, собственно говоря, в этом и есть моя работа. Теперь едете и подмечаете в окно. Совершенно верно. То есть, на самом деле, это не просто поездка, это все время какой-то блокнот, что ты отмечаешь, что необходимо сделать. Начало вашего руководства ознаменовалось важным и долгожданным для Мурманска событием. В середине мая открыл двери детский сад, который был построен за последние 30 лет, вот, что называется, впервые. Новый корпус на Достоевского еще не работает, но будущим воспитанникам и их родителям уже показали все внутренности здания, группы и кабинеты, вместе с ними на стройке побывала моя коллега Александра Клепцова, она сейчас обо всем расскажет. Я предлагаю посмотреть сюжет, ну, и после его обсудить. Давайте. Леонид Мезенцев и его мама Юлия присматриваются к группе. Совсем скоро малыш будет проводить здесь полдня, общаться с ровесниками, лепить и рисовать. Вся семья хочет удостовериться, что это время будет приятным и безопасным. Сам мальчик пока не может сформулировать впечатления, он еще говорить не умеет, так что на вопросы журналистов отвечает мама. Впечатление очень мне понравилось, все такое яркое, красивое, современное в первую очередь, очень современные игрушки, здорово, мне очень понравилось. Откроется новый корпус детского сада номер 123 осенью, половина групп в нем уже набрана. И для будущих воспитанников было решено устроить день открытых дверей, настоящий праздник. Вот собрал букет ромашек, я на солнечном лугу, нет его на свете краши, это чудо с берегу. Мурманчане проверили акустику в главном зале, заглянули в спальни, медицинские кабинеты, даже пищеблок. Там нетронутые пложки и поварешки уже расставлены по местам. Заведующая руководит и первым корпусом сада на Баумана. Здесь, на Достоевского, она контролировала каждый этап строительства. Строители всегда шли навстречу, то есть они были также заинтересованы в том, чтобы здание получилось не только надежным, крепким, но чтобы оно было еще эстетически красивым и удобным для детей, что самое главное. Ольга Владимировна уверена, что к эстетике нужно приучать с младенчества. Поэтому главным достоинством здания она считает потрясающую перспективу на сопки и залив. Такого вида, пожалуй, нет ни у одного другого мурманского детского сада. Что ж, с видом малышам и сотрудникам садика действительно очень повезло, я думаю, вы согласитесь. Не только с видом, да, когда была генеральная приемка, мы там были. Там еще многие моменты не отмечены. Когда попадаешь в музыкальный зал, там настолько сделано все с душой. Вот очень правильно руководитель детского сада отметила эстетика. Ведь это прям с юных, с юных лет необходимо прививать. Это дает формирование вкуса, культуры. Ну, там удивительная такая атмосфера. Прекрасное оборудование, замечательный коллектив. Показали пищеблок, это наша гордость. Там есть два лифта. На самом деле это гордость. То есть вид завершает картину всего этого замечательного детского сада. На самом деле у нас никогда такого не было. Действительно, за 31 год и мы вводим сразу два детских сада. Достоевского, это прям наша гордость. Есть второй детский сад на улице Орликово. Тоже, кстати, долгожданный. Все его уже ожидают. Но я, насколько знаю, его строительство было не таким простым. Было много сложностей. С чем они были связаны? К сожалению, да. Мы вынуждены были остановиться в связи с тем, что после бурозурных работ вышла вода на территорию. Мы устраняли эту неполадку. Сейчас все идет к тому, что мы решили этот вопрос. Детский садик готов уже на 90%. Подведено тепло, закуплено мебель. Он, конечно, чуть меньше, чем детский сад на улице ДСССР. Всего на 90 мест. Но на самом деле там вот этих мест как раз и не хватало. И на улице Орликово там вообще уникальная ситуация. Ведь на самом деле я просто депутат от этого округа. Я помню историю, как собирались подписи. Спасибо большое Дому молодежи. Его волонтерам, которые ходили, было собрано больше 2000 подписей. И было принято решение снести недострой, который находился там, потому что он представлял еще и опасность. Дети гуляли. Сами понимаете, родители очень беспокоились. Это же здание бывшего какого-то. Совершенно верно. Это недострой еще с 80-х годов. Мы демонтировали существующий недострой. Построили там как раз новый детский садик. И он тоже планируется в сентябре запуск. На самом деле для этой территории, для этого микрорайона этого вполне достаточно. Потому что как раз не хватало вот этих там 50-90 мест. И говорят о том, что мы все правильно делаем. Знаете, люди очень довольны. Там появилась инфраструктура, ледовый дворец, детский садик. И как ни странно, ну, собственно говоря, в этом ничего удивительного. Квартиры стали дороже. Это говорит о том, что мы все делаем правильно. Действительно. На следующий год запланировано открытие новой художественной школы еще. Сейчас идет реконструкция. Это та самая школа, бывшая, 12-я. Такая настоящая жемчужина нашего города, я считаю. Но я так понимаю, что много всего запланировано. Предлагаю пока зрителям посмотреть сюжет сначала, чтобы вспомнили, освежили в памяти, о чем идет речь. Ну, а после мы все детали обсудим. Визуально здание пока мало напоминает современную художественную школу. Сложные капитальные работы еще впереди. Реконструировать здание начали в прошлом году, но уложиться в сроки не получилось. В новой художественной школе разместятся классы для занятий рисунком, акварельной и мысляной живописью, компьютерной и печатной графикой, прикладной композицией и историей искусства. Планы на реставрацию масштабные. Разрушенную колоннаду на крыльце главного входа восстановят. Отремонтируют фасад и кровлю. При этом изначальный облик здания будет сохранен. Здание общеобразовательной школы номер 12 было построено 85 лет назад в стиле модерн. В 1938 году проект экспонировался на всемирной выставке в Нью-Йорке, где получил высокую оценку. Здание является одним из первых каменных строений в Мурманске. Реконструкция по планам завершится в следующем году. Александра Пескова, Сергей Росюк, ТВ21+. Игорь Николаевич, я понимаю, задача очень непростая, а можно даже сказать крайняя, но выбора нет. Что называется? Выбора нет, да, к сожалению, на сегодняшний день отстаем по срокам. Мы меняли подрядчика. Есть сложности, ну, здание 1937 года. Тем более задача стоит, на самом деле, вернуть исторический облик этому зданию, когда она получала в Нью-Йорке специальный приз. Во-первых, удивительная архитектура, когда возвращается колоннада, а там еще будут отмечены шары сверху металлические. То есть ты действительно попадаешь в те времена, в 30-е годы. Еще и подсветка должна быть? Подсветка. Вот действительно, театр начинается с вешалки, а ты понимаешь, что здесь что-то происходит креативное и творческое. И это действительно четыре этажа современных мастерских для скульпторов. Очень большое применение будет творчества для художников. Дети, которые хотят снимать фильмы. То есть, ну, по-настоящему храм искусства. Да, сдавать необходимо к следующему году учебному, в 2023 году. Пока отстаем от графика, но на самом деле уже принято решение, необходимое, чтобы мы ускоряли ход строительства. То есть будет период, когда можно будет нагнать вот это? Совершенно верно. Мы обязаны это нагонять, чтобы успеть к сентябрю 2023 года. Уверен, что все у нас получится, потому что, вы абсолютно правильно сказали, времени у нас нет на отставание. Мы и так уже отстали от графика. Поэтому постоянный контроль, взаимодействие с подрядчиками, все время возникающие вопросы, потому что старое здание. Но оперативно достаточно принимается решение, и это на контроле у руководства города. Расскажите еще поподробнее, что там внутри такого планируется. Я так понимаю, что помимо красоты будет еще и какое-то специальное оборудование, в том смысле, что лифты, да? Лифты. Конечно, оно будет соответствовать всем требованиям. К сожалению, мы не смогли там, когда принималось решение, по современным требованиям невозможно было школы, и мы принимали решение, то есть необходима такая полноценная школа искусств в городе. Там будет очень большое количество направлений. На самом деле, тут уже всегда будем спрашивать мурманчан, уже юных мурманчан, чем они хотят заниматься. Ведь на самом деле время очень быстро летит. И то, что, казалось бы, мы сегодня запланировали, да, конечно, есть какие-то базовые вещи, скульптура, живопись, кино, но все время появляется что-то новое. И тут мы как раз будем ориентироваться как раз на тех детей, которые там будут заниматься. Что будет интересно, то и будем делать. Ну, разумеется, в рамках своих возможностей. Как много ребят планируют? Больше 500 детей уже занимаются, на самом деле. И я уверен, что будет намного больше, потому что, к сожалению, мы не всех можем принимать в существующих помещениях. То есть новое здание даст возможность еще какому-то количеству ребят присоединиться к этой творческой истории. Ну, а прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после продолжим, обсудим, каким станет в этом году после пандемии нам последний звонок. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы смотрите «Действующие лица» на ТВ 21+. У нас в гостях по-прежнему мэр города Игорь Морарь. До рекламы мы говорили об открытии детских садов, о реконструкции 12-й школы и ее второй жизни в качестве школы художественной, что объединяет все эти проекты. Я думаю, вы вместе со мной согласитесь, то, что облик этих школ, то, какими они будут, этих проектов определяли мурманчане. Вот и в эти дни по всей России продолжается голосование по выбору объектов благоустройства. В нем принимают участие мы с вами, и не только мы. Я думаю, наши зрители тоже активны. Давайте посмотрим сюжет о том, как проходит голосование. Посмотрим сюжет, а после вернемся в студию и все обсудим. В голосовании участвуют 17 муниципальных образований Заполярья, среди которых Мурмаши, Североморск, Апатиты и Печенский округ. В каждом работают волонтеры. Они консультируют северян, рассказывают, где и как можно сделать свой выбор. В областной столице, к примеру, люди голосуют за создание четырех экологических троп на территории спорткомплекса «Снежинка», «Горе Горелое», «Озере Среднем», а также за экскурсионный маршрут «Озеро Чайка», «Лабиринт», «Озеро Рогозеро». Голосовать можно как через систему госуслуги «Решаем месте», также при помощи приложения волонтеров. Волонтеры у нас помогают в торговых центрах, а также в административных округах, где расположены административные управления «Октябрьский» и в Воленинской Первомайской административного округа. Голосование продлится до 30 мая. Своё мнение выразить могут люди старше 14 лет. Игорь Николаевич, вам из проектов какой наиболее близок? И если не секрет, вы уже проголосовали? Я проголосовал и проголосовал за объект «Снежинка». Для меня он КП-2, для многих мурманчан старшего поколения это КП-2, а сейчас это «Снежинка». Но на самом деле это уникальный уголок Мурманска. Он находится чуть-чуть вдалеке, это очень живописное место. Там проходит наш традиционный конкурс «Лыжня зовёт». Большое количество участников. Собственно говоря, весь зимний сезон люди катаются на лыжах. В этом году, когда мы награждали победителей, было очень много слов критики. На самом деле, да, о качестве лыжни. Потому что самое главное для лыжника – это лыжня. Значит, могу сказать, что мы проработали всесторонне все эти вопросы. И приняли решение, нашли дополнительные средства. И там будет совершенно другого качества лыжня уже в следующем году. Лыжники меня поймут – это настил будет вельвет, так называемый. Никогда такого не было в Мурманске. Мы будем делать это ратраком шесть дней в неделю. По ночам будем готовить трассу. Их будет на две больше. Там планируется на естественном водоеме делать такую ледовую дорожку. Поэтому это будет по-своему очень уникальное такое действие, особенно зимой. Я не буду рассказать все тайны. Все-таки давайте мы сделаем, а потом люди оценят. Мы хотим вернуть то количество людей, которые ушли, к сожалению, да, с наших трасс, вернуть к качествам подготовки лыжней. Это самое главное, на что обращали внимание. И мы услышали наших мурманчан. И уверенно сделаем все, ну, прям здорово. По-спортивному здорово. В пользу случая призываю всех голосовать за Снежинку. Мы совершенно точно знаем, как там сделать. Предложений действительно было массой и очень интересные на самом деле. А главное, они очень душевные и трогательные. Ведь именно за счет таких небольших вещей, например, как там есть Олейского речников, да, и люди от целого отдельного направления, когда они делятся друг другим фотографиям, просто прийти погулять с детьми, покормить белок, чтобы их совершенно точно теперь там встретить. Они там поселились. Но ведь эта зона привлечет еще и туристов. Конечно, да. И мы понимаем, что необходимо там, чтобы люди после занятия спорта могли переодеться, это дом лыжника, и попить чаю, какие-то скамейки. То есть, ну, просто это должно быть такой комплексный подход, где люди проводят день и получают действительно удовольствие. Собственно говоря, за этим они туда и приезжают. И наша задача как раз-то все обеспечить. Пока это на стадии проекта. Да. Но я так понимаю, что вы уже точно за него проголосовали. И, кажется, только что уговорили наших зрителей проголосовать. Меня точно. Вы сами на лыжах катаетесь? Вот так рассказываете об этом заинтересованно? Я все-таки катаюсь на коньках уже до 40, 39 лет, 40 будет. Я посвятил этому хоккею с мячом, этому виду спорта, свою жизнь. Но и до сих пор катаюсь. К сожалению, сейчас уже все меньше. Но вот благодаря «Метеору» теперь не только зимой можно покататься и круглый год. Расскажите о планах развития «Метеора». Насколько я знаю, у вас есть специальная машина, которая называется «Шайбомет». Шайбомет, да. На самом деле уникально. Их всего 18 в стране. Это для подготовки. Когда мы задумывали проект, мы задумывали очень досконально подходить к различным аспектам. В большей степени для хоккея с шайбой. И когда планировалось, что будет профессиональная команда, она благодаря губернатору появилась. Первый сезон очень успешно, молодежная наша «Арктика». Специальный аппарат для тренировки вратарей. Это уникальное устройство, которое автоматически подает шайбу. И скорость у нее от 5 до 150 км в час. Это страшная штука. Да. Мы еще не запускали на полную мощность. «Трус не играет в хоккей», что называется. Это как раз и сработает. Шайба 150 км в час. Ты понимаешь, что вратарь, вот когда говорят в команде «вратарь» — это полкоманды, ты понимаешь, почему. Да, тоже да. И там, на самом деле, уникальный аппарат. Поэтому, когда будут его испытывать, я надеюсь, нас пригласят. И мы посмотрим, что это за страшная такая, ну, уникальная вещь. Отправим самого смелого журналиста редакции. Очень смелого надо. Не просто самого смелого, а очень смелого. Когда планируется введение в строй? Как только команда «Арктика» вернется из отпуска и начнет подготовительный сезон к чемпионату, собственно говоря, он и заработает шайбомет. Но я так понимаю, что на летний период остановки тренировок не будет. Смотря на то, что скоро лето, жизнь в метеории продолжается. Жизнь в метеории продолжается, дети уходят на каникулы, но на самом деле будет массовое катание. Некоторые спортивные школы будут проводить сборы. Теперь это очень хорошо и удобно, не надо никуда выезжать, планировать это дополнительные средства. Круглый год метеор работает для мурманчан. И так и планируется все эти годы. Раз в три года будут останавливаться на три недели. Технологически необходимы для функционирования ледовой арены. Еще один важный городской объект, который ждет реконструкция, очень важный, стадион «Юность» в Первомайском округе Мурманска. Расскажите о нем подробнее. Решили за него взяться? Какие планы? На самом деле мы подошли к этому проекту год назад. Спасибо депутатам Мурманского горсовета. Они единогласно практически выступили за решение выделить средства на реконструкцию, потому что стадион, ну, фактически, давайте говорить честно, 45 лет назад выровняли площадку и, собственно говоря, она в таком состоянии находилась. К сожалению, отсутствие инфраструктуры не позволяет качественно заниматься спортом и нашим детям добиваться успеха. Мы целый год занимались проектом, прошли проект, экспертизу. Мы закупили соответствующее оборудование. Это очень сложные, дорогостоящие ледовые машины. У нас таких никогда не было. На самом деле ждем сейчас их поступления в июле. И стадион «Юность» будет полностью реконструирован. Там появится современное освещение. Прямо по-настоящему, соответствующим требованиям. Там появится для Первомайского района вообще отличная вещь. Это большое футбольное поле. Там его никогда не было. Это еще подспорье нашей 10-й школе, которая занимается по футболу. То есть в городе появляется собственное большое футбольное поле. Позволяет проводить еще больше соревнований, что очень важно. То есть стадион будет работать круглый год. Зимой там будут заниматься дети хоккеем с мячом. Соответственно, летом, весной, осенью будет заниматься у нас спортивная школа по футболу. Ну и беговые дорожки. Вся инфраструктура, в общем, будет сделана. Насколько я понимаю, все эти объекты являются бесплатными. То есть у каждого мурманчанина есть возможность ими воспользоваться. Совершенно верно. От родителей только необходимо привезти своего ребенка, написать заявление в школу, что они хотят, чтобы он занимался тем или иным видом спорта. И его примут в большую спортивную семью. В этом году работа по благоустройству общественных пространств продолжится. На этом не остановитесь? Да, конечно. У нас два проекта. Это «Озеро Среднее» и «Чистый ручей». «Чистый ручей» – это второй этап в Первомайском районе. Мы приступаем к «Озеро Среднее». В свое время проголосовали большое количество людей. Это «Восточный микрорайон». Достаточно сложное было решение, потому что очень сложный объект с точки зрения перепадов высот. Это улицы Старостина, Мира, Маклакова. Там даже если погулять с коляской, очень сложно было пройти. На сопке находятся? Да, совершенно верно. Место красивое, но очень трудное. Мы, уверен, проработали все моменты. Это будет и набережная деревянная, и больше 4000 метров тропа, чтобы людям было удобно ходить. Освещенная тропа. Уже приступили к работам. Уже огорожена территория. И будем, соответственно, контролировать и воплощать это в жизнь. Потому что 39 тысяч человек проголосовали за этот объект. Мы как раз делаем то, что необходимо мурманчанам. Базовые вещи – это, конечно, игровой комплекс, потому что дети должны где-то играть. Это деревянная набережная. Это подсветка. Это очень важно для нас. И еще много-много таких мелких вещей, которые очень делают уютными этот будущий парк. Насколько я понимаю, опыт создания таких пространств у города большой. Не нужно быть каким-то экспертом, чтобы начать перечислять это. И Семеновское озеро. И Кольский 101. Вот эти детские площадки невероятные, которые всем очень понравились. Я так понимаю, что все это оценивается не только горожанами, но и на федеральном уровне. И театральный бульвар. Действительно, на самом деле, у нас есть большой опыт. Многолетний опыт. И проект, который будет реализован на Озере Среднем, он не простой, но он реализуем. И опыт наших специалистов уверенности сделает правильно. На самом деле, да, опыт Мурманска оценен на федеральном уровне. Это в 2019 году театральный бульвар. Признан одной из лучших практик. И мы действительно, это самая высокая оценка на федеральном уровне нашей работы. Это опыт и проектирования, и опыт строителей. Поэтому мы абсолютно спокойно реализуем. И будет хороший, удобный, современный и очень, уверен, полюбившийся в будущем объект для мурманчан. Теперь главное не снизить планку. Совершенно верно. Игорь Николаевич, у вас какое любимое место в городе? Вот та самая точка, куда вы приходите, чтобы было всегда хорошее настроение. Это не совсем прогулочная точка. Я люблю приезжать на Метеор, на втором этаже кафе. И я люблю там просто посидеть, попить кофе, посмотреть, как дети занимаются. Это такое приятное ощущение, что ты к этому тоже приложил руку. И что вот дети занимаются, они при деле. И как-то хорошо. Хорошо. Что касается мест, ну, наверное, там, где ты вырос. Я учился в первой школе. В нашем детстве это назывались Сокольники. Сейчас, как до конца парк, не знаю, где стоит памятник Пикуля. Я его помню, ну, совершенно неухоженным. Но сейчас, когда действительно хорошие, такая, лавочки удобные, в нашем детстве было не так. Много очень людей, дети гуляют. Такое очень хорошее, приятное место, это в районе магазина «Восход». Такая зона отдыха. Зона отдыха, да. Ну, это, ну, все равно же это личное, да. То есть ты видишь школу, в которой ты учился, дом, в котором ты раньше жил. Ну, это что-то такое личное. У каждого есть такие места. У меня именно это. Ну, а тем временем в Мурманске стартует период последних звонков и выпускных. Долгожданный у всех школьников. Ученики мурманских спортивных школ уже торжественно встретились в Лапландии на вручении свидетельства об окончании обучения. Как это было, расскажем в сюжете. Выпускники мурманских спортивных школ дождались этого дня. 200 ребят получили свидетельства об окончании обучения. Для многих из них спорт больше, чем просто увлечение. У меня появился характер, стержень внутренний. Меньше каких-то, меньше чего-то стало бояться. В общем, смотреть на жизнь, так сказать, бесстрашно, что ли. Отметили выпускной воспитанники мурманских спортшкол яркой праздничной программой. На сцене выступили ребята, занимающиеся фитнес-аэробикой, спортивными танцами, гимнастикой и единоборствами. У юных мурманчан спорт всегда пользовался популярностью. Сейчас в секциях по различным направлениям обучаются около 8 тысяч детей. Более 200 из них входят в областные сборные, а 26 представляют страну в национальных. Всевод Краснов, Евгения Гречуха, Александр Грачев, ТВ21+. Игорь Николаевич, если говорить о последнем звонке. Какая программа в этом году запланирована? В прошлом году не удалось провести последний звонок на пяти углах, как это обычно бывает традиционно. Но в этом году, я так понимаю, что радость всех выпускников не за горами. Да, в этом году, слава богу, пандемия уже подходит к концу. 25 мая в 14.30 на площади Пятиуглов будут торжественные наши звонки. Последние. 4 тысячи учеников придут. Традиционно дети приходят со флагами своих школ. У них будет флешмоб, большая интересная культурная развлекательная программа. Будут педагоги. Но всегда это трогательный момент. Мы готовимся, конечно, к этому. 25 мая мы с главой администрации Юрием Валерьевичем Сердечкиным встретимся с нашими учениками, лучшими 25-ю, которые заслужили. Они уникальны каждый. Кто-то в спорте, кто-то в учебе. Традиционно надо отмечать, что у нас же очень сильное среднее образование. И это наша гордость, на самом деле, Мурманская. Мы поговорим с ними о планах. Очень надеемся, что они поступят в учебное заведение Мурманской. Ну или если в другие учебные заведения, они вернутся. Ну и традиционная встреча с выпускниками. А на самом деле наша задача подготовить все, чтобы для этих ребят последний звонок. Ведь это же, ну, это на всю жизнь. Этот день всегда запоминается на всю жизнь. И мы сделаем все для того, чтобы для них это был увлекательный и замечательный праздник. На Ваш взгляд, в этом году наше образование насколько отличилось? Оно держит марку, что называется, подводя итоги учебного года? Вы знаете, ну, еще итоги не подведены. Но вот за что нет сомнений и в чем нет сомнений? То, что наше образование среднее традиционно блестяще покажет результат. Вот это всегда была отличительная черта. И мы на протяжении многих десятилетий уже держим эту марку. И это большая заслуга педагогов. Ну, они у нас действительно блестящие люди, высокие профессионалы. И пользуясь случаем, хочу им передать большой привет и низкий поклон от всех родителей. Потому что, ну, вы действительно выпускаете очень подготовленных людей к взрослой жизни. Игорь Николаевич, спасибо Вам большое за эту полезную, а главное интересную беседу. Я думаю, нашим зрителям тоже было очень интересно сегодня посмотреть это интервью. Спасибо Вам, что в качестве мэра пришли к нам в гости в нашу телекомпанию. Спасибо и, надеюсь, увидимся еще. Спасибо. Приглашайте. До свидания. Всего доброго. Это были «Действующие лица» программы о людях, которые четко определяют свою роль в этом мире, не признают равнодушия и каждый день стараются сделать жизнь лучше. Спасибо, что были с нами. С Вами была Татьяна Куфенко. Увидимся на ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова